С днём рождения, родная Альма-Матер! 17 ноября Казанский университет отпраздновал свой 217 день рождения. Один из старейших классических университетов России. Известен и своими научными школами, и знаменитыми выпускниками. Здравствуйте! Это КФУ «Итоги недели». Сегодня в нашей программе. С праздником, дорогие друзья! С наилучшими пожеланиями! Главное в поздравлении ректора университета Ильшата Гафурова. Люди должны знать и о здоровье, и о биологии практически всё. Спасение всего живого в их руках. Какие задачи стоят перед будущими медиками и биологами? Один из напечатанных вариантов Штоцера. Всё дело в детали. Как студенты инженерного института помогают в борьбе с ковидом? На нашей базе впервые в Российской Федерации будет проведен очередной, уже 21-й международный конгресс лингвистов. Языковое разнообразие в глобальном мире. Какие вызовы стоят перед современной лингвистикой? Казанский университет за свою более чем двухвековую историю прошёл сложный и насыщенный путь многочисленных преобразований, став сегодня благодаря непрерывной и усердной работе всего коллектива одним из признанных центров образования и науки в стране и в мире. Это отметил в своём поздравлении ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он обратился ко всем сотрудникам вуза, профессорско-преподавательскому составу, студентам, выпускникам и тем, кто связан с родной альмаматор теми невидимыми кровными узами, даже будучи далеко от Казани и Татарстана. «Казанский университет — это в первую очередь люди», — особо подчеркнул Ильшат Гафуров. И благодаря им КФУ продолжает двигаться навстречу новым высотам в науке и творчестве. Тем более, что впереди предстоит большая работа реализации проекта «Приоритет 2030». Давайте послушаем часть поздравления и обращения ректора ко дню рождения университета. Чувствован огромной благодарности, поздравляю всех вас, где бы вы в данный момент не находились, с днем рождения нашей альмаматор. 217-летием со дня основания Казанского университета. Мы представлены во всех глобальных рейтингах и являемся участниками большинства мегапроектов, реализуемых в нашей стране в области образования и науки. Как вам известно, правительством РФ в мае этого года был объявлен новый конкурс по поддержке программ развития ведущих вузов страны в рамках стратегического академического лидерства, которое получило название «Приоритет 2030». Более 190 университетов подали свои заявки, а все обсуждения, несмотря на большое количество претендентов и ограничения, связанные с пандемией, проходили очно перед комиссиями, в которых участвовали руководители министерств, промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений, а также авторитетные ученые и эксперты. И в этой непростой конкурентной борьбе программа нашего университета, как вы знаете, была признана одной из лучших, что позволило нам стать первыми в первой группе трека территориального лидерства. И, к слову, единственными в Республике Татарстан. Мне очень приятно всех вас поздравить с этим важным достижением. Это во многом оценка всей той большой работы, которую мы с вами проделали за последние 10 лет. Сегодня мы ставим перед собой цель содействовать трансформации региона и, в первую очередь, повышению его глобальной конкурентной способности посредством генерации системообразующих проектов так называемой новой экономики. В качестве драйверов нами выбраны пять стратегических проектов. В основном это проекты продолжения тех приоритетных направлений, которыми мы уже достаточно долго вместе с вами занимаемся. Как вы видите, перед нами стоят очень важные для развития страны и нашей Республики цели. Не могу обойтись и без слов благодарности всему профессорско-преподавательскому составу, всем директорам и заместителям директоров наших институтов, всем моим коллегам и сотрудникам Казанского федерального университета. За ваш труд, огромную, плодотворную работу, вашу любовь к студенчеству, науке, родному университету. Казанский университет – это в первую очередь люди. Именно благодаря деятельным, творческим, знающим и горячим своим делом людям мы продолжаем двигаться навстречу новым высотам в науке, творчестве, спорте и многих других сферах нашей многогранной деятельности. С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альмаматор! Казанский федеральный университет В ее состав вошел и ректор КФУ Ильшат Гафуров. В рамках рабочей поездки Рустам Иниханов посетил и Центр развития образования КФУ в Кыргызской республике. Он создан совместно с Солымбеков университетом. Работа центра направлена на развитие сотрудничества между КФУ и научно-образовательными организациями Кыргызии. Также Центр развития образования университета нацелен на поддержку и развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок. Здесь также проводят научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Осуществляют инновационную и научно-техническую деятельность. Экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги ведут подготовку кадров. При создании университета в 1804 году одна из первых кафедр была кафедра анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. История Казанского университета неразрывно связана с именами великих биологов и медиков. Карла Фукса, Викторина Груздева, Петра Лесгафта, Александра Вишневского. В 1930 году медицинский факультет был отделен от университета. Для того, чтобы в Казани был создан свой медицинский вуз. И в мае 2012 года в уже Казанском федеральном университете на базе биолога почвенного факультета был воссоздан Институт фундаментальной медицины и биологии. Именно этому институту сейчас принадлежит одна из ведущих ролей в университете. Он реализует первый стратегический проект в рамках программы «Приоритет 2030». Здесь научные центры, исследовательские лаборатории. И перед всеми стоят серьезные задачи. О них мы поговорим с директором института, проректором КФУ по биомедицинскому направлению Андреем Киасовым. Здравствуйте, Андрей Павлович. И вам здравствуйте, не болейте. Спасибо, в это время особенно это важно. Медицинское направление в университете становится одним из ведущих. В КФУ есть своя клиника. За счет чего удалось сделать такой, ну, прямо скажем, качественный рывок? Ну, здесь несколько моментов, наверное. Но первый момент, на который надо обратить внимание, это правильно выбранный приоритет. Потому что университет – это достаточно крупная структура. Она много дисциплинарная. И медицина, она не является сейчас просто такой узкой отраслью. То есть это связь со всеми – с физиками, с химиками, с инженерами, с айтишниками. Это первое. Второй момент, наверное, он еще более важный. Это то, что я хочу отметить, что у нас не просто медицинское образование, медицинское направление. То есть мы позиционируемся как биомедицинское направление. Потому что медицина сейчас, ну, она немыслима просто-напросто без тех достижений современной биологии. То есть вот в постгеномную эру, которая сейчас существует. Ну и третье. Они все важны. Поэтому я бы мог сказать еще более важны. Вот третье – это то, что над нами, когда мы создавали, так сказать, в университете этот институт, не давлел какой-то груз прошлого. Потому что когда ты хочешь сделать какой-то качественный скачок, но тебя что-то тянет назад, ну, все понимают, что вот уже обросло, все-все, так это функционирует. Нет, здесь приходилось все делать с ноля. Может быть, где-то делали небольшие ошибки, но, похоже, больших ошибок мы не делали. Поэтому вот, ну, за неполных 10 лет нам не стыдно, что в Казанском федеральном университете существует такое биомедицинское мощное направление, целый кластер вместе с своей клиникой, как вы уже отметили. А какие проекты биомедицинский кластер планируют реализовывать в рамках программы «Приоритет 2030»? Ну, там, по сути дела, это четыре блока. Первый блок – это блок образовательный, причем образовательный в том плане, мы говорим о биологизации образования. Это не только биологические знания и новые медицинские знания для студентов, я имею в виду нашего института, это эти знания для студентов всего университета. Это как бы вторая часть, которая состоит, это биологизация всего общества, потому что вот эта биологическая безграмотность, которая ярко проявилась во времена ковида, ее надо ликвидировать, и просто-напросто люди должны знать и о здоровье, и о биологии практически все. Три остальных блока – это больше научные блоки, это разработки новых продуктов, и один связан напрямую с медициной, то есть это метод диагностики, прогнозы, предупреждения, лечения заболеваний. Второй блок, он больше связан с тем окружением, которое вокруг нас есть, это называется экспосом, и в этом окружении это и питание, это и микроорганизмы, это и воздух, это и вода, и вот влияние всего этого на здоровье человека, поэтому приоритет – это здоровье сбережения. Ну и я уже сказал про постгеномную эру, то, безусловно, вторая эра, так сказать, которая уже ощущается, это цифровая эра, и, соответственно, вот этот вот цифровой контур всех этих трех вышеперечисленных направлений – это важная составляющая всего проекта. Вот на этой неделе стало известно, что ученые ИФМИП разработали метод диагностики микропластика в организме человека. Над какими еще практикоориентированными исследованиями ведется работа у вас? Ну, понятно, что все секреты раскрывать мы не можем, но все же. Здесь дело не в секретах, дело в том, что я чуть-чуть поправлю вас, это не диагностики, а определение микропластика в клетках. Это группа Равилев-Ахрулина, они достаточно успешно работают, но и это проблема, это проблема даже сегодня, я читал где-то в масс-медиа по поводу загрязнения пластиком, потому что, наверное, даже не столько глобальное потепление для нас с вами страшно, как микропластик и пластик вообще, потому что он не утилизируется, разлагается достаточно долго. Но больше, наверное, внимания мы уделяем методам диагностики, методам предсказаний и методам разработки каких-то новых, причем здесь это генетических и генноклеточных конструкций. То есть вот буквально в течение полугода, сейчас выйдет пять статей в Nature, это связано с особенностями работы клеток в сердце, то есть это все достаточно важно. Но потом на слуху у всех, что подготовлены платформенные решения, на которых можно делать разные вакцины, то есть очень много всяких разработок, и все они как раз находятся на стеке биологии и медицины, то есть уже в клинику, и все это с помощью IT-технологий сшивается. — Немножечко отойдем от этих научных исследований и перейдем к тому, что в Приворско-федеральном округе немало профильных медицинских вузов. Как удается с ними конкурировать, за счет чего мы привлекаем абитуриентов? И ведь это не простые абитуриенты, они все активны. У нас не секрет, что есть научные кружки, молодежь участвует в исследованиях. Как удается таких качественных студентов набирать? — Вы знаете, у нас же свободное общество, и каждый выбирает то место, куда он хочет идти, где получить знания. Я не смогу сказать, что это идет какая-то конкуренция. То есть мы предлагаем молодым людям получить качественные знания, причем качественные знания в современной медицине. И, наверное, поэтому, если посмотреть даже по географии, то есть у нас достаточно много студентов не из Республики Татарстан, очень много студентов из Башкортостана, из близлежащих. Сибирь к нам едет, так сказать. Вот в этом году вообще приехал учиться студент из Соединенных Штатов Америки, причем, то есть он гражданин Соединенных Штатов Америки, это не натурализованный, который эмигрировал, он там же и родился, так сказать, и там же жил, он уже не молодой, но приехал учиться. — Интересно. Спасибо большое за интересную содержательность. — Пожалуйста. Университет — это большая интеграционная площадка, на которой всегда идет взаимодействие одних институтов с другими. Сотрудничество химиков с биологами, физиков с геологами, психологи и лингвисты, дизайнеры и айтишники. Все на благо науки вуза Татарстана. Вот и студенты инженерного института оказывают поддержку университетской клиники. Ребята создали штуцер, способный выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. С такой просьбой в студенческий научный кружок института обратилась инженерная служба вуза. Прикроватные реанимационные мониторы, которые предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента, часто ломаются. Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом реанимационные палаты ковидного госпиталя перегружены и дорогостоящее оборудование выходит из строя. Оказалось, что все дело в одной детали, но очень важной. Подробнее об этом расскажет Луиза Сагитова. В последней волне новой коронавирусной инфекции у дельный вес пациентов с тяжелым течением заболевания, требующий интенсивной терапии, реанимационных коек и оборудования. Так считает первый заместитель главного врача по медчасти университетской клиники КФУ. Сейчас в ковидном госпитале у них клиники 80 койко-мест, еще 12 в палате интенсивной терапии и реанимации. Свободных мест нет, работа ведется непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все 12 реанимационных коек работают непрерывно. Это требует постоянного технического обслуживания, помимо плановой проверки оборудования. Созданные мощности клиники и совместная работа с сотрудниками инженерного института КФУ позволяют обеспечить бесперебойную, круглосуточную работу реанимационного оборудования, как в основных корпусах клиники, так и в ковид-госпитале. Помимо ремонта инженеры КФУ анализируют и систематизируют заявки у них клиники. Это помогает обнаружить слабые стороны медицинского оборудования и предотвратить трагические случаи. Одной из таких слабостей оказались штуцеры, соединяющие прикроватные мониторы и манжеты для измерения артериального давления. Допустим, пациент находился в реанимации, в бессознательном состоянии был, он может тернуться, как-то себя неправильно повести, и мониторы испытывают чрезмерную нагрузку. Это, в свою очередь, часто нагрузка циклическая, она приводит к тому, что этот штуцер может выйти из строя. При поломке обычно меняют полностью всю манжету. Манжета стоит около 2000 рублей. Допустим, один из напечатанных вариантов штуцера, который полностью повторяет оригинальную модель. Прочнее, пластичнее, надежнее. По механическим характеристикам аналог заводского штуцера, разработанный магистрами Института инженерии КФУ, в два раза лучше оригинала. Сделан он из нейлона с применением технологии припекания лазером. Нейлон сам по себе очень прочный материал, имеет высокую прочность на разрыв и прочность на растрискивание. То есть данный материал под нагрузкой не треснет, не вытянется и не сломается. Даже сама технология СЛС, грубо говоря, она делает материал прочнее. Ну, сама технология печати делает материал прочнее. На создание прототипа ушла неделя. Сначала была создана компьютерная копия, потом перенесли на печать. Задача была не только улучшить технические характеристики, но и зафиксировать штуцер в разъеме намертво. Он должен входить легко, но и закрепляться плотно. Вот как мы видим, оно легко вошло, плотно село, не шатается и из своего гнезда не уваливается. Сейчас руководство института инженерии КФУ ведет переговоры с производителем прикроватных мониторов о применении нейлоновых штуцеров. При радужном стечении обстоятельств обновленное оборудование поступит в производство в первой половине 2022 года. А пока в униклинику передана первая партия из 20 новых деталей. За их эксплуатацией следят инженеры института. Мы видим реальные проблемы, которые возникают с медоборудованием, с медтехникой. И на основании этих проблем мы можем строить свою концепцию, как сделать новое оборудование. Благодаря Александру Равкатовичу была создана такая инфраструктура, то что есть университетская клиника, есть инженерный институт, который обучает инженеров по медтехнике. И получается, такого еще в России нигде нет, чтобы инженеры именно при университете проходили в реальных условиях это обучение. Создание нейлонового штуцера вклад студентов КФУ в борьбу с коронавирусной инфекцией. Следующий шаг – аналог воздушно-клапанной системы для ИВЛ. В условиях, когда оборудование и люди в медучреждениях работают на износ, эти разработки спасают как минимум бюджет, а в лучшем случае и человеческие жизни. Инженеры сейчас, как тыловики, работают и создают для фронта и для победы над незримым врагом. Луиза Сагитова, Александр Кузнецов. КФУ. Итоги недели. В Узбекистане будет создан филиал Казанского федерального университета. Филиал КФУ появится в узбекском городе Джизак. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. Решение о создании филиала принято в рамках укрепления и развития долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки. В филиале будут готовить кадры в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, формации. Электр КФУ Ишат Гафоров отметил, что сегодня в ВУЗе обучаются более 2500 студентов из Узбекистана. Реализуются 45 совместных образовательных программ с 36 узбекскими образовательными организациями. Уже в этом году КФУ совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана имени Мирзо Лукбека планирует начать подготовку кадров по таким направлениям, как программный инжиниринг, формация и информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по этим направлениям, в будущем продолжат учебу в филиале КФУ в Джизаке. По всем остальным направлениям филиал начнет принимать студентов с 2022 года. Открытие филиала становится очередным примером плодотворного сотрудничества между двумя странами. Совместная деятельность по подготовке кадров откроет широкие возможности для еще большей интеграции наших научно-образовательных процессов в связке с производством и инновациями, а также развития человеческого капитала для активно развивающейся экономики Узбекистана, уверен Ильшат Гафуров. Что представляет собой антифейсбук, об этом, а также как казанские студенты становятся спасателями в зонах чрезвычайной ситуации. Смотрите далее, также во второй части программы. На нашей базе впервые в Российской Федерации будет проведен очередной, уже 21-й международный конгресс лингвистов. Языковое разнообразие в глобальном мире. Какие вызовы стоят перед современной лингвистикой? Перед нами уже документ об открытии Казанского университета. Два столетия, как одна история. С чего начинался Казанский университет? Студентка первого курса Института дизайна и пространственных искусств КФУ Анастасия Иванцова вошла в состав национальной сборной России WorldSkills. Своё право она завоевала в финале национального чемпионата, получив серебряную медаль в компетенции «Ювелирное дело». Она сможет принять участие в чемпионате мира по профмастерству, который в следующем году пройдет в Шанхае, если пройдет отбор на тренировочных сборах в Москве. А десятиклассник IT-лицея победил в большой перемене. Это масштабный конкурс для школьников, в котором оценивается не только качественная проработка проекта, но и работа в команде над решением кейса. Подростку пришлось решать проекты в области космостроения, экологии, искусства. В качестве подарка Даниил получил 200 тысяч рублей. От Татарстана победителями большой перемены стали 10 человек. В общей сложности молодые люди выиграли 6 миллионов рублей. О других новостях из жизни университета и республики в нашем дайджесте. Казанский федеральный университет и Минтруд Киргизской республики подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение заключили ректор Ильшат Гафоров и министр Кудайберген Базарбаев. В рамках него будут установлены партнерские отношения и будет развиваться сотрудничество в сфере обучения трудовых мигрантов и дальнейшего содействия в их трудоустройстве. Также оно предполагает реализацию других инициатив и мероприятий для эффективного взаимодействия. На этой неделе в России впервые отметили День преподавателя высшей школы. С праздничной датой коллектив Казанского университета поздравил ректор Ильшат Гафоров. Он отметил, что преподаватели вузов сегодня закладывают фундамент для экономического процветания на многие поколения вперед. Они горят наукой сами и пробуждают интерес к исследованиям у своих студентов, открывая для них целый спектр возможностей для самореализации. На этой неделе в КФУ прошел международный лингвистический саммит «Изыковое разнообразие в глобальном мире». Его открыл Ильшат Гафоров. Ректор университета выразил уверенность, что саммит позволит более четко и глубоко осознать вызовы и тренды современной лингвистики, потому что он объединил ученых-исследователей из разных стран мира. В июне прошлого года комитет принял очень важное для нас решение о том, что в 2023 году Казанским федеральным университетом и институтом языкознания Российской академии наук на нашей базе впервые в Российской Федерации будет проведен очередной, уже 21-й международный конгресс лингвистов. Естественный иммунитет и COVID-19. Мифы и реальность. На такую тему в КФУ состоялась лекция доцента кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии ИФМИП Альфии Фаттаховой. Ученая рассказала студентам о том, что естественный способ победить COVID-19 – это вакцинация населения, и что сообщения о якобы чипировании и побочных эффектах – это мифы. И возвращаясь к первой теме выпуска. 217-й день рождения в КФУ отметили праздничным концертом. Поздравить университет на торжество приехали министры по делам молодежи республики, представители республиканского Минобры и председатель комитета по делам молодежи исполкома Казани. На сцену в этот день вышли не только студенты институтов и филиалов КФУ, но и других университетов. Завершение учащиеся подарили руководству университета и директорам праздничный торт. Три, четыре. С днем рождения, КФУ! Ну что ж, дорогие друзья, мы поздравляем с днем рождения Казанский федеральный университет! В США начали следствие о методах вовлечения детей в Инстаграм. Задача – выяснить, не подвергла ли компания Мета, бывшая Фейсбук, общество риску своими действиями. Законность способов по привлечению детей и молодых людей в соцсеть расследуют генпрокуроры ряда американских штатов. «Социальные сети чрезвычайно опасны и причиняют как физический, так и психический вред молодым людям», – заявила, в частности, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Она отметила, что растет риск развития депрессии, расстройств пищевого поведения и даже самоубийств. А между тем, в Америке приобретает популярность новая соцсеть – MeWe. Ее называют антифейсбуком. В ней нет рекламы, она не собирает личные данные пользователей и не использует алгоритмы для сортировки постов. По крайней мере, так заявляют ее создатели. Сейчас в ней зарегистрированы почти 20 миллионов человек. Больше половины – пользователи, проживающие за пределами Северной Америки. Основная из них – молодежь из Гонконга. Многие из них отказались от WhatsApp и Facebook, потому что боялись, что соцсети сливают китайским властям данные. О том, что было наиболее интересным на этой неделе российским пользователям, расскажет мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Продолжая тему попыток создать некие уникальные новые социальные сети типа MeWe, надо отметить, что это не первые такие попытки, да и наверняка не последние. Пока я бы с осторожностью относился к информации о том, что есть некие сети, не собирающие данные пользователей. Сам факт вхождения в какую-либо сеть предполагает первичный сброс своих данных. А дальше, что называется, дело техники. Нет особых трудностей дособрать необходимый материал для формирования цифрового портрета пользователя. Почти полное отсутствие модерации полагаю, что тоже не больше, чем миф. Такое, если возможно, то только на первых этапах жизни любого медиапродукта, который в обязательном порядке дальше начинает обрастать своими правилами и ограничениями. Ну и цифра в 20 миллионов пользователей пока не сильно впечатляет, ибо для соцсетей реально зачетные цифры начинаются от 100 миллионов. Поэтому не станем сейчас углубляться в эту историю. Тем более, что календарь подсказывает нам важность вспомнить о других исторических вехах. 19 ноября – ныне очень значимый день для высшей школы страны. Ну, начнем с того, что таковым он был уже давно. Просто наше, приученное к исключительно документарно оформленным праздникам сознания, не утруждало себя зачастую особыми мыслями о величии 19 ноября в истории. А ведь это день рождения самого крупного, во всяком случае в своей разносторонности, российского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. В этом году ему, к слову, 310 лет – юбилей. Для именно вузовской истории России фигура Ломоносова носит исключительный характер. Представить даже страшно и невозможно сегодня, что этот самородок в 18 веке в стране фактически еще очень феодальной и очень крепостной не только по факту владения крестьянами, но крепостной по образу мышления смог добиться учреждения первого в истории государства университета. Высшее образование как отрасль, как важнейшее звено в цепочке дел во благо и для расцвета государства фактически заложено Ломоносовым. Он умер в 54 года. Но сделанное им, созданное его гением, три столетия с благодарностью помнят и пользуют потомки. Воистину великая дата, как он, родившийся на русском севере в крайне невежественной семье, всего добился в стране, где не было ни того, что мы модно называем социальной лифты, ни образования как системы, ни понимания значимости науки, большого литераторства и многого другого. Как он смог, будучи человеком весьма лояльным властям, переломить их предрассудки, в которые они свято верили по поводу массы вопросов, мешавших к какому-либо подъему отечественных знаний и просвещения. Его пример для нас — это пример великого критического мышления, данного гению в совершенно нетерпимой критике во всех проявлениях среде. И сегодня миссия университетов во многом именно в том, что оставил нам наследие Ломоносов — умение, передавая знания, закладывать в молодых тягу к науке, всестороннему развитию, ненанасному патриотизму на базе критического мышления. И совсем не зря, что именно 19 ноября страна отныне празднует профессиональный день преподавателей высшей школы, продолжателей миссии Ломоносова в 21 веке. Им непросто блюсти чистоту знаний, науки, восполнять пробелы средней школы, прикрывать своей мудростью молодых атезьянов как бы цивилизованного общества. Им непросто в эпоху соцсетей учить критическому мышлению тех, кто изначально в эхо-камере интернет-пространства лишает себя всякого критического и аналитического взгляда на мир. Но только они и могут. Только на них и надежда. А потому с праздником всех, кто посвятил всю или часть своей жизни высшей школе и делам, завещанным нам Михаилу Ломоносову. Всем доброго. Казанский федеральный университет стал участником совместного проекта МЧС и Общероссийского народного фронта. Это обучение общественных спасателей при главном управлении МЧС России по Татарстану. В студии сегодня координатор региональной команды молодежки ОНФ в республике Дамир Нургалиев и студент шестого курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Никита Вихерев. Здравствуйте. 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 Дамир, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте. Почему общественная организация решила помочь МЧС? В первую очередь хочется начать с того, что добровольство как Республики Татарстан, так и Российской Федерации в целом начало вырастать все-таки более профессионально. Те добровольцы и волонтеры, которые до этого отпускали шарики в небо, как-то переделались в настоящих специалистов, исходя из своего высшего или среднего образования, начали оказывать в удаленных участках как Республики Татарстан, так и Российской Федерации в целом адресную помощь. Все мы начали с элементарного, это оказание адресной физической помощи, мы помогали восстанавливать дома после подтопления или после пожаров, а после чего мы поняли, что те знания, которые мы получаем на парах, мы начали оказывать адресную юридическую помощь, психологическую и, конечно же, медицинскую. До этого те знания, которые мы получили, мы смогли уже использовать как в Республике Крым, Иркутская область, Саха-Якутия и многие другие командировки. На мой взгляд, добровольцы просто хотят помогать, потому что волонтер или доброволец это уникальный человек, который все-таки меняется, исходя из тех событий, которые его окружают. Мы поняли, что здесь мы можем помочь, мы договорились и все-таки, когда у волонтера есть профессиональное образование, люди, которым мы помогаем, все-таки больше доверяют и понимают, что это уже реально крутой специалист, который в случае чего сможет оказать ту или иную помощь. А кто из ребят может стать общественным спасателем? Ведь для этого нужны какие-то первичные навыки оказания даже той же первой помощи. Как проходит обучение студентов, решивших стать общественными спасателями? Просто нам надо написать нам в социальных сетях, в молодежке ОНФ ВКонтакте или в Инстаграме, а после чего мы вас будем собирать на последующие уже группы. На сегодняшний день у нас запущен трехмесячный курс обучения общественных спасателей, где в 48-й пожарной части города Казани проходит подготовка со стороны МЧС, там мы учимся резать определенными приспособлениями, работать с канатами и многое другое. А вот именно в стенах Казанско-Федерального университета у нас проходит медицинская часть. Уже в этом декабре мы набираем вторую группу, которая будет состоять более 60 человек. Просто главное желание, а в зависимости от того, когда мы уже будем выезжать в командировку в одну или другую, мы уже будем понимать, по какой именно области вы наиболее сильны, и исходя из этого мы уже будем набирать команду. Никита, вы уже были гостем нашей программы, и как раз мы с вами говорили на тему вашей работы волонтером. Вы рассказывали нам о вашей командировке в зону наводнения Ялту, в зоне лесных пожаров Якутии, и также вы приняли участие в очистке территории Таймыра, если я правильно помню. Каковы ваши планы на будущее? Ну, сейчас, на сегодняшний день волонтерский штаб по борьбе с коронавирусом снова возобновил работу, и это самая актуальная сейчас наша деятельность. Ну, а в ближайшей командировке мы будем ждать вызова и всегда готовы выехать в любой момент. Вы еще староста научно-практического кружка по хирургии в вашем институте. Как участие в кружке помогает вам в волонтерской деятельности, ну, или, может быть, наоборот? Да, скорее наоборот, потому что, будучи участником молодежки ОНФ в Татарстане, я увидел, как работает настоящая команда, как распределяются роли, как все взаимодействуют. Именно это мне помогает, будучи на посту староста кружка, так скажем, управлять всей этой деятельностью и качественно выполнять работу. Дамир, а какое количество волонтеров-спасателей сейчас в рядах молодежки ОНФ, где побывали и чем помогли татарстанские ребята уже, и какие вообще направления помощи могут оказать общественные спасатели? Все началось в 2018 году, мы тогда впервые поехали в зону ЧАЭС, это была Иркутская область. Тогда мы помогали ликвидировать последствия наводнения, после чего мы оказывали адресную юридическую помощь. Те документы, которые, к сожалению, потонули, мы пытались их восстановить и помогать местному усилению по оказанию и получению дальнейшего уже жилья. На сегодняшний день у нас более 120 волонтеров, это половина из тех ребят, которые уже поучаствовали в зону ЧАЭС, и те ребята, которых на сегодняшний день мы готовим. За спиной ребят уже это Иркутская область, это наводнение, это республика Саха-Якутия, буквально недавно ребята оттуда вернулись, мы помогали ликвидировать последствия летнего пожара. После чего это республика Крым, и, конечно же, это удаленные командировки в рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика». Я сам вместе с ребятами был в Норильске, а ребята были в Ямало-Ненецком автономном округе. Там мы ликвидировали залежи металла, железа после СССР. А есть ли примеры, когда общественные спасатели, затем уже попробовав себя в качестве волонтеров, идут на работу, например, в тот же МЧС? Есть очень хороший живой пример. У нас сейчас есть три парня, которые на сегодняшний день учатся по специальности юриспруденция, и буквально недавно они подошли к заместителю начальника 48-й пожарной части и спросили, а можно ли подготовиться. Потому что до этого они не знали, что есть такая уникальная возможность, что любой желающий после того, как этот парень служил в армии, может прийти и попробовать себя в рядах бравых МЧС России по республике Татарстан. Они договорились, что со следующего года, сентября, у них начнется вся такая большая работа для того, чтобы они в дальнейшем туда трудоустроились. Потому что те эмоции, те картины, которые ребята видят, когда они работают в зоне ЧС, все-таки это дорогого стоит, потому что мы прекрасно понимаем, что это не по телевизору, не на диване смотреть, сидеть, это все-таки вот своими руками, ногами помогать. Никита, говоря об эмоциях, да, а вот не пугает, допустим, вы едете в зону ЧС на данный момент, какие эмоции в этот момент испытываете? Или наоборот, это потребность в адреналине каком-то? Когда нас вызывают в зону ЧС, мы морально настраиваемся и скорее мы готовы к работе, мы отпускаем все страхи и так далее. Мы стараемся качественно помочь, выполнить работу, а все эмоции, они только мешают работе. Поэтому это порой бывает даже трудно, но мы стараемся справляться. Большое вам спасибо за интересную содержательную беседу и, главное, удачи. Спасибо. Казанский университет всегда молодой, современный, готовый на большие свершения. И это при том, что его история обширно, удивительно и тесно связана с историей страны. Университет подарил миру научные школы. Здесь родились неевклидова геометрия Лобачевского, теория химического строения органических веществ Бутлерова, явления электронного промагнитного резонанса Завойского, искусственный Анилин Зинина. Многие ученые, писатели, общественные деятели прославили Казанский университет. А университет дал им главное – знания и возможности, их призвания. С чего начинался университет? Какие документы хранятся с тех времен? Илья Андреев подробнее об этом в своей традиционной рубрике. В ноябре мы отмечаем день рождения Казанского университета. Кто стал первым студентом и где располагалась церковь Казанского университета? Ответы на эти вопросы мы узнаем в отделе рукописи редких книг. Казанский университет является одним из старейших учебных заведений России по дате основания Третьей в Российской империи. Он стал крупным центром научной, общественной и культурной жизни страны. 17 ноября 1804 года Александр I подписал грамоту и устав об основании Казанского императорского университета. 22 февраля 1805 года прошел первый сбор студентов. Первым студентом стал Петр Кандырев, впоследствии профессор исторических наук и первый профессор политической экономии в Казанском университете. Это рукопись достаточно большого формата, 88 листов, заполненных с двух сторон. Здесь представлена таблица, где указана имя, фамилия студента, который был зачислен в хронологическом порядке. Первым был зачислен Петр Кандырев. Он дворянин. Зачислен он был, мы с вами можем посмотреть, 18 февраля 1805 года на кошное обучение, значит, на казенное. Всего здесь представлено 1038 имен зачисленных студентов с 1805 по условно 1839 года. Список позволяет установить социальный состав студентов, их вероисповедание, образование, до университета в ряде случаев возраст, место службы после окончания учебы. Список дает богатый материал для понимания, как шел процесс формирования российской интеллигенции. Перед нами уже документ об открытии Казанского университета, составленный через 10 лет. После его основания в 1814 году, мы вместе с вами читаем, по появлению великого государя Александра I, императора и самодержавца Сиросийского, имеет свершаться сего 1814 года, 5 дня июля, торжественное открытие императорского Казанского университета, учрежденного 1804 года, 5 ноября. 5 июля 1814 года состоялся городской праздник по случаю официального открытия университета. В это время в университете было 4 отделения нравственных и политических наук, физических и математических, врачебных и медицинских словесных наук. Первые выборы ректора деканов и членов училищного комитета состоялись в январе 1811 года. Ректором был избран австрийский ученый, профессор Антония физиологии и судебной медицины Иван Осипович Браун. Находясь с вами в отделе рукописи редких книг, мы не можем не обратиться к 4-томной работе Николая Павловича Загозкина об истории Казанского университета, императорского за первые 100 лет существования. Вот это презентационное издание. Выходит оно в 1902 году в Казани. Когда мы начинаем с вами читать, в одном из томов он рассказывает о создании университетской библиотеки. Некогда императрица Екатерина II поручает создать в Казани университет. Поручает она создавать план князю Потемкину. Приобретаются книги, приглашаются профессора. И нужно сказать, что первые книги, которые вошли в фонд, вот они, те самые книги. Эти книги были из собственной библиотеки князя Потемкина. И он их передает в фонд библиотеки. Интересные факты. Все экзамены принимали и сдавали в актовом зале. До 1850-х годов проводились только лекции. Учебный год начинался 1 августа и завершался 30 июня. В университете существовало две библиотеки – профессорская и студенческая. В 1832 году она стала публичной. Была доступна с 8 часов утра до 2 пополудни, кроме суббот, воскресенья и праздников. Первыми студентами стали 33 молодых человека от 20 до 30 лет. Большинство – дворяне. Мы с вами открываем один из томов истории императорского Казанского университета. Здесь обращаемся к истории университетских построек. Обратите внимание, да, вот главный корпус, здесь изображена церковь. Не все знают, но в светском учреждении некогда располагалась церковь. Мы с вами открываем дальше, и на изображении указана домовая церковь Казанского университета, которая была освящена в 1825 году. Сейчас там располагается главная экспозиция Музей истории Казанского университета, который был открыт в 1979 году. Университет сделал Казань одним из главных научных центров, а сам стал гнездом передовых идей. 19 ноября теперь закреплен как День преподавателя высшей школы. Мы безмерно благодарны всем нашим наставникам за этот ценный созидательный труд и за то, что вы воспитываете нас, молодежь. Как сказал первый российский академик, ученый Михаил Ломоносов, науки юношей питают, отраду старцам подают, счастливой жизнью украшают, несчастный случай берегут. Это стимул всем нам и студентам, и преподавателям по-настоящему разжечь любознательность и устремиться к познанию нового и совершенно интересного. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Булат Садыков, КФУ, итоги недели. Мы поздравляем наш родной университет. Желаем ему дальнейшего процветания, новых открытий, достойного места в российской и мировой школе высшего образования. И пусть будущие поколения студентов будут достойны своих предшественников. С днем рождения! Редактор субтитров А.Семкин